В субботу 17 декабря православные христиане молитвенно воспоминают страдания невесты Христовой, славной великомученицы Варвары. Она жила в IV веке в городе Иллиополе. Мать Варвары умерла. Воспитанием занимался отец Диаскор, который был богатым и знатным язычником. Он заточил свою дочь у высокой башни, приставив охрану и слух. Жила святая, размышляя о небесном, ее сердце было далеко от земных искушений. Она никогда не думала о браке. Все ее мысли были обращены к единому Богу. Отец пытался уговорить дочь согласиться на выгодное предложение о замужестве, но святая была непреклонна и всегда отвечала отказом. Тогда Диаскор уехал на время и позволил дочери выходить из башни в надежде, что она изменит свое мнение. Девушка встретила в городе юных христианок, и они раскрыли ей учение о Творце мира. Через некоторое время промыслом Божиим в Иллиополь приехал священник. Он наставил святую в вере и совершил над ней таинство крещения. Во время путешествия хозяина в доме строилась роскошная баня с двумя окнами. Варвара попросила строителей сделать третье окно, а над входом в купальню она начертала перстом крест, который запечатлелся на камне. Когда Диаскор вернулся, дочь рассказала ему о триедином Боге и о тьме языческого учения. Отец пришел в ярость и хотел убить девушку, но она убежала. Святой удалось скрыться в пещере, однако Диаскор нашел ее и жестоко избил. Вернув домой, он заключил ее под стражу в надежде, что та отречется от Христа, но мученица была тверда в вере. Тогда он отдал свою единственную дочь правителю-язычнику. Воины жестоко пытали ее, а после бросили в темницу. Ночью святая горячо молилась, и к ней явился сам спаситель и исцелил все раны. На следующее утро Варвару вновь привели к правителю города Мартиану. Женщина по имени Иулиания, которая наблюдала за мучениями святой, тоже исповедала Христа. Их привязали к дереву и строгали тело железными когтями. После Иулианию бросили в темницу, а Варвару повели обнаженную по городу с издевательствами и побоями. Мученица горячо молилась, и ей был послан ангел, который закрыл ее наготу светлой одеждой. Твердые исповедницы веры Христовой, святые Варвара и Иулиания были обезглавлены. В VI веке мощи славной великомученицы были перенесены в Константинополь. В XII веке их привезли в Киев, где они находятся и до нынешнего времени. В этот день в Святогорской лавре торжественно отмечается престольный праздник. Один из пределов Свято-Успенского собора освящен в честь угодницы Божией Варвары и мученицы Татьяны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok